Военные. Их успешная служба-премьер для молодежи, которая только готовится пополнить ряды вооруженных сил. Их реформирование это мобильность, слаженность, укомплектованность всех родов войск самым современным вооружением. Праздничные встречи традиционно прошли и в ряде министерств, ведомств. Высокие государственные награды, ордена и медали, очередные воинские звания за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга вручали военнослужащим Министерство обороны. По признанию самих военнослужащих, это призвание любить, беречь и охранять родину. Тех, кто однажды навсегда скрепил в самом сердце священную военную клятву. За плечами большинства военных, выходящих на сцену, многолетний офицерский стаж и колоссальный армейский опыт. А полученная награда, говорят, своего рода кредит доверия, получив который, необходимо в дальнейшем приложить максимум усилий, чтобы его оправдать. Новые звания получили и те, кто отвечает за планирование служб тыла, и те, кто обеспечивает выполнение боевых задач военнослужащими. Подготовку военных кадров и воспитание молодых патриотов. Я бы хотел в этот знаменательный день выразить чувство искренней благодарности за столь высокую государственную награду, которая мне присвоена. Для меня эта награда, во-первых, прорыв сил, возможностей, это вдохновение еще больше служить на благо нашего любимого Узбекистана. Сегодня современный офицер должен обладать хорошей профессиональной подготовкой, чувством высокого отношения, моральным духом, хорошими волевыми качествами, конечно, наставничеством. И сегодня то время, когда нужно эти качества воспитывать и обучать у нашего будущего поколения. Как представители войск ОВС, как военные летчики, скажу, что и сегодня, и завтра, и в будущем готов обучать, воспитывать авиационных специалистов на благо обороноспособности нашей страны и независимости нашей любимой Родины. Не скрывая гордости, все они отвечают, что полученные награды – это еще и большая ответственность, которая ложится за каждый шаг, каждый поступок и каждое слово, а еще за возложенные задачи на следующем служебном этапе. На торжественном мероприятии в Центральном аппарате службы государственной безопасности, посвященном 28-летию образования Вооруженных сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины, говорилось о том, что проводимые под руководством президента Узбекистана Шавката Мерзиоева реформы обеспечивают надежную защиту независимости и территориальной целостности, стабильного развития государства и мирной жизни нашего народа. Эти факторы, а также государственная политика открытости нового Узбекистана и инициативы руководителя страны получают признание на международной арене. В рамках мероприятия в соответствии с указом президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, за самоотверженную службу и вклад в сохранение мира и стабильности, обеспечение государственной безопасности и защиты интересов Узбекистана от внешних и внутренних угроз, укрепление неприкосновенности государственной границей и верховенства законов, предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в данной сфере, ряд сотрудников службы государственной безопасности награжден орденами и медалями. Среди участников мероприятия были как действующие сотрудники, так и ветераны службы государственной безопасности. Были высказаны слова благодарности за добросовестную и самоотверженную службу. В этот день в адрес защитников Родины звучали искренние поздравления и пожелания. Продолжилось мероприятие красочной концертной программой. Торжествам предшествовала церемония возложения цветов на Аллее Славы, как дань памяти сотрудникам службы государственной безопасности, отдавшим жизни ради обеспечения и сохранения мира, спокойствия в Узбекистане. В достойном блеске государственных наград безопасность граждан и ритм мирных будней. Виновники нынешнего торжества – сотрудники Министерства внутренних дел. На торжественной церемонии по случаю знаковой даты шла речь не только о реформах в сфере. Сказанное закрепили конкретной статистикой в деле предотвращения преступлений и поддержания общественного порядка. По итогам 2019 года криминогенная обстановка более чем в 3000 махаллях из более чем 9000 по стране преступлений не совершалось. После того, как были введены штатные единицы инспекторов по вопросам женщин со стороны Главного управления внутренних дел, проделана соответствующая работа по оснащению их рабочих мест. Современное компьютерное оборудование и необходимые средства связи позволяют оперативно решать многие вопросы. А взаимодействие с комитетом женщин и рядом других организаций в свою очередь обеспечило снижение числа правонарушений среди молодежи. В немалой степени этому способствовало содействие в трудоустройстве и при необходимости обучение молодежи в целях повышения ее профессиональных знаний и навыков. Группа сотрудников за самоотверженную работу по обеспечению общественной безопасности, мира, стабильности, мужества и смелости при исполнении своих служебных обязанностей, а также за воспитание молодого поколения в духе преданности Родине. Награждена орденами Шон Шараф второй степени, Дуслик, Мардлик и медалями Джасурат, Содок, Хазматляручон и Шухрат. Торжественное мероприятие было организовано и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В ходе него чествовали самых активных сотрудников, которые внесли свой вклад в развитие нашей республики. Проделанную ими работу проиллюстрировали представленные видеоролики. Трудь тех, кто прилагает максимум усилий, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций или смягчить их последствия, отмечен высокими государственными наградами. Я очень благодарен Верховному главному командующему Вооруженных сил Республики Узбекистан за такую высокую награду Орден Дуслик, за высокую оценку моей служебной деятельности. Государственная награда дает очень огромный стимул и энергии, чтобы достигать очень высоких целей и задач. Примечательно, что в числе награжденных и представительницы прекрасного пола. Вместо привычной сдержанности и серьезности на лицах героев сегодняшнего дня улыбки и радостные эмоции, которые, впрочем, они не старались скрыть, равно как и желание свести к минимуму возникновение ситуации в сочетании со словом «чрезвычайные». Продолжение следует...